Теория общего тона Главным в живописи является не цвет, а тон Сила света в цвете Только цвет, верно взятый в тоне, действительно становится цветом, а не краской Крымова еще в студенческие годы поражала убедительность пейзажей Левитана, где многое решалось одним широким мазком Но так работал правильно подобранный тон, который оказался в какой-то момент важнее детализации Вообще, к 1920-м картина в Европе у нас особенно становилась все более лаконичной, декоративной, обобщенной Монументальный подход и понятие художественного отбора ставились во главу угла А всякие там детальки оставили старым мастерам, вроде Шишкина Такими мелочами занимался теперь кино и фотография Но хорошо бы начать с терминологии Что такое тон в понимании Крымова? Это светосила, то есть понятие в области монохромного или даже черно-белого изображения Светлее, темнее или это цветовой тон Одна из трех характеристик цвета Цветовой тон – это то, что мы упрощенно называем цветом Краснее, желтее, синее Но у цвета вообще-то есть еще две характеристики Насыщенность То есть от стопроцентно цветного до какого-то серого абсолютно нецветного И, собственно, яркость от белого до черного И это как раз то, что Крымов выделял как главный элемент и называл тоном То есть светосила, но он применяет эту характеристику к цветным поверхностям Если цвет не освещен, его не существует То есть говорит все-таки о количестве света в цвете Примерно об этом говорил Чистяков И потом его ученик Репин отмечает, что нужно просто положить правильный тон в нужное место Итак, взятый тон – это правильно подобранный по тону, по светосиле участок Окрашенный нужным цветом Тогда получится пространство, материальность, объем Ну, легче сказать, чем сделать Во-первых, тон оценить сложнее, чем цвет Различие цвета, скажем, на светофоре Определить проще, чем сказать, что там все-таки светлее Красный или зеленый Во-вторых, мы отмечали, что тоновая природная шкала Она много шире, чем шкала, доступная художнику на картине А если живопись нетехнологичная, шкала и того меньше То есть технологичная живопись – это живопись, где наиболее эффективно используются технико-технологические приемы Там многослойность, просвечивание, тонкие лессировочные тени Все это может дать максимальный черный тон Когда свет проникает в глубину и практически не возвращается Ну, как мокрый асфальт по сравнению с сухим И, в свою очередь, фактура на светах позволяет поймать этому светлому уже участку дополнительные боковые лучи И тогда мы получаем самый возможный белый Такие приемы можно отметить у, не знаю, Архипа Куинджи, например Известного своими поразительными вариантами освещения Такой убедительный фокус У Крымова мы таких эффектов не найдем Живопись в XX веке вообще сильно упростилась То есть тоновая шкала изначально была не особо широкая Тени фактурные, а оттого не самые темные В общем, фактура бывает и есть, но не там, где надо Попытки подобрать верный тон, тем не менее, они не прекращались И они ценны То есть старались работать отношениями Можно ведь их выстроить с заведомо ограниченной тоновой шкалой, если постараться Количество ступеней, вот этих градаций тона Можно оставить прежним, только каждая ступень сужается Переходы становятся более тонкими Ну, так работают в акварели, да Где из-за техники все смещается в светлую сторону Но света остаются детализированы, тем не менее Такое можно отметить, например, у Каспора Давида Фридриха Если же поверять тон по натуре, чем-то придется пожертвовать Такое можно встретить как раз у Крымова При этом априори света обобщались и многое тонуло в тени Писать белилами, например, белые манжеты нельзя Надо оставлять запас, как он говорил Ну, у слишком запасливых приверженцев этой теории выходили просто очень темные картины Таковы жертвы экспериментов Как-то Крымов поставил своим студентам постановку Ширму-гармошку, где створки были окрашены в разные цвета При этом створки теплых цветов освещались дневным светом из окна А створки холодных – электрической лампочкой Вот и попробуйте написать убедительно форму Подберите правильно тон и определите, что окажется наиболее важным Краска, ну, цвет объекта Или теплое холодное освещение Студенты с удивлением обнаруживали, как менялись цвета И что, например, белый, освещенный электрической лампочкой В какой-то момент совпадал по тону с желтым освещенным дневным светом из окна Еще Крымов предлагал написать белый куб с черной стороной Которая освещена Этот самый черный будет уже совсем не черным А чуть ли не светлее белых сторон куба в тени Изучая изменение тона, студенты писали и смятую бумагу Упражнение не проще, чем изобразить гипсовую голову Кстати, сейчас редко пишут гипсы Все больше рисуют, а зря Крымов в какой-то период своей жизни Преподавал на рабочих курсах Так называемой Народной художественной академии Во Вхутемасе в 1920-х В изотехникуме памяти 1905-го года Он был прекрасным педагогом Харизматичным, увлеченным Но работать кистью на холсте Любил больше, чем записывать свои идеи на бумаге Поэтому положение его теории складывается из воспоминаний Из воспоминаний учеников Из фрагментов его преподавательских опытов Рассказов ироничных замечаний Каких-то корректировок метра на занятиях Студентам предлагались прежде всего впечатления от практической работы Его личный опыт Попробуйте написать вот эту мусорную кучу Но ведь это же будет скучно Ну тогда пригласите джаз Неудивительно, что студенты вспоминали его занятия С искренним воодушевлением Вот я вам расскажу случай Встал я как-то утром и вижу на дворе развешенное белое белье Дай-ка, думаю, я его напишу Сделал этюд Вышло как будто верно Часов в двенадцать увидел это белье, освещенное ярким солнцем Решил опять его написать Сделал этюдик и тоже как будто верно Вечером гляжу, это же белье освещено вечерним желтым солнцем Опять я сделал этюд А потом сравнил все три этюда И оказалось, что они все одинаково светлые в тоне Где утро, где вечер, не разберешь Наврал я в тоне чертовски И тут мы подходим Собственно, к понятию общего тона То есть помимо правильно взятых, выстроенных тоновых отношений Хорошо бы уловить и общий тон картины Который отвечает за общее ощущение За освещенность сцены в целом И тогда вечер никогда не будет равен по общему тону Даже пасмурному дню Лет за тридцать до того Подобные опыты с подбором цвета и тона В разное время суток проводил еще Клод Мане со своим Руанским собором И со стогами со своими Но если подобрать тональные отношения можно Сравнивая близлежащие зоны То как определить этот самый общий тон Как начинать этюд, чтобы точно определить состояние дня Ну хорошо певцам, да, у них есть камертон А как быть живописцем Крымов рассказывал, как однажды он зажег Спичку И увидел, что ее пламя Равно освещенной белой стене Ну стало ясно, что стену можно писать почти белилами Камертон был найден И уж, конечно, с таким камертоном Вы напишите Вечернее небо правильно Вы не сделаете его неоправданно светлым Крымов называл живописным только то произведение Где удалось уловить этот общий тон И верные отношения между тонами отдельных предметов И частей картины При этом Крымов абсолютно Не придавал значения мазку, фактуре Манере наложения краски Нужно заботиться о содержании Об идее, о красоте Видимого в природе и жизни О том очаровании, которое производит правда на художника При увеличении утрирования цвета Не признавал вовсе Зачем утрировать красное красным, говорил он Оно вырвется из общего тона и все Но это он, наверное, не представлял Что можно утрировать прямо все-все Посмотрите, я писал закат Видите зеленые деревья? Кстати сказать, я писал их изумрудкой с индийской желтой И желтым Марсом Так вот, зелень на свету теплая И в тенях тоже теплая Так бывает при закате А какой цвет в тени? Красный Вот что значит верно взятый тон При правильных отношениях и красный не кричит Ну, в общем, да И даже зеленым может прикинуться А еще он говорил, что нужно писать видимый материал То есть даже если перед вами стеклянная чернильница Но она таковой не кажется В силу освещения, рефлексов Удаления от вас Писать ее нужно так, как видите А не наводить блеск и пытаться привнести в картину свое знание о предмете В этой честности и правдивости заключалась для Крымова подлинная сущность настоящей живописи Мой метод, говорил Николай Петрович, заключается в том Чтобы дать вам возможность успеть сделать хорошее для искусства Прежде чем у вас вырастет борода Я хочу сократить вам путь долгих и тяжелых исканий Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...